Батюшка, добрый вечер! Здравствуйте, здравствуйте! Можно просто Александр, без батюшка. Ну, так, мне легче. Отец Александр является режиссёром очень удивительного и интересного фильма, который называется «Где ты, Адам?». Вот, батюшка, мне так легче. Режиссёр фильма Александр Запорощенко. Да. Я продюсер. Продюсер, да, да. Это абсолютно функция. Да, да, да. Прошу прощения. И хочу... Это мне придётся прощение, простите, у Запорощенко, у нашего режиссёра. Ну, батюшка, хочу, конечно же, познакомить всех наших вот замечательных читателей и те, кто присоединился сегодня. Это батюшка, который является вот продюсером, я оговорилась, прошу прощения, фильма «Где ты, Адам?». Фильм о Афоне, о монастыре, который находится на севере, да, Афона, я правильно говорю? Я думаю, что какой бы вы сейчас в сторону не сказали, это для наших слушателей не о чём не сказать. Да, так вот, это о монастыре Дахиар, где очень интересные происходили жизненные такие, да, ситуации, связанные с вами, и вот, ну, я бы так сказал, наверное, главным героем, это духовником, старцем вашим, это Геронди, да, Григорий его ещё? Ну, я не могу назвать Геронду своим старцем. Старец, для старец Геронда, для тех, кто там в монастыре, в монахе живут. Но так как я живу в своей воле, и то такое я там, не терзаю так его называть своим старцем. Батюшка, вот хотим попросить вас немножечко рассказать, вообще, как родилась вот эта идея, идея создания этого фильма, почему вы решили именно создать фильм об этом именно монастыре, потому что я знаю на Горе Афон их 20, и у каждого, ну, свои территории есть, вот почему именно вот этот монастырь, и почему вот такая идея у вас возникла? Мы ничего не решали, мы просто не отвернулись от той ситуации, которая была на нашем жизненном пути. Культура — это не тогда, когда мы ходим в музей, в Эрмитажи, и смотрим, слушаем, в оперу. Это тоже часть культуры человеческой. Но это называется восприятием культуры. А сама культура — это когда люди видят прекрасные, замечательные возле себя, они с помощью талантов, которые им Бог дал, они не могут промолчать и фиксируют это с помощью пера, кисти, музыки, песен, с помощью камеры, с помощью такого искусства, как кино. И когда фиксируя всё прекрасное вокруг себя, они предлагают это для восприятия, делятся, облекают это в обложку и делятся с другими. Поэтому в этом-то и предназначение искусства возвышает человеческий дух. Просто эта ситуация сложилась и замечательно, когда люди не ставят перед собой задачи какие-то куда-то устремляться, куда-то ехать, чего-то искать, какие-то темы. Жизнь на самом деле, она рядом с нами, она там, где мы есть. Там есть жизнь, там есть что прекрасное, замечательное, и ничего на самом деле искать и бегать с одного полушария на другое, с одного полюса на другое абсолютно не стоит, потому что всё замечательное рядом с нами. Поэтому так сложилось, что я из золота Хиара с 2005 года, познакомившись с главным героем фильма, именно они стали теми людьми, с которыми, скажем так, образом жизни которых я не мог не поделиться с людьми планеты Земля и вне зависимости от их национальности, от наших зрителей. То есть мы практически, более того, у нас нет никаких задач относительно зрителя, относительно создания этого фильма. Можно даже сказать, что мы, ну не то, что не создавали фильм, но это не та история, когда мы врываемся в кинематограф и пытаемся реализоваться или что-то кому-то. У нас ведь нет вообще никаких месседжей и никаких посылов. Мы от зрителя ничего не хотим, кроме одного единства, предоставить ему свободу зрителям, что для нас крайне важно, чтобы зритель вышел с тем же пониманием и ощущением свободы, с которой он вошёл. Мы не миссионерствуем этим фильмом, мы не пропагандируем ничего. Для нас было важно избежать любого ажиотажа, чтобы фильм не вызывал никакого ажиотажа ни религиозного, ни монашеского, ни афонского. Мы, собственно говоря, единственное, что хотим от зрителя, мы его предлагаем без нашего участия даже познакомиться с героями картины лично, перенестись в их атмосферу, в их бытие. И более того, мы предлагаем, чтобы это произошло, скажем так, без нашего посредничества в том смысле, что в этом фильме нет взгляда и мнения авторов. Это вся жизнь чистого листа, это чистый документ, в том смысле, что это исторический документ. В фильме нет ни одного постановочного кадра, ни одной искусственной сцены, и нет написанных текстов, преднамеренных. И поэтому как бы это на самом деле исторический документ, в котором зритель не просто может посмотреть и послушать героев, а может погрузиться в атмосферу героев картины. И подобно тому, как человек погружается в атмосферу, читая Патерик Печерский. Один, например, который написал Нестор Литописец, свидетель Антонио Феодосия, и может погрузиться в атмосферу Печерского монастыря города Киева XI века, читая уже в XXI веке этот Патерик Печерский. Точно так же с фильмом где-то Адам человек может через сто лет, через двести лет посмотреть фильм, может погрузиться в атмосферу монастыря Дахиар эпохи и гуменства Германда Григория Зумиса. Сами эти люди стали, скажем так, не двигателями процесса, но они стали теми, кто побудил к этому процессу. Это нельзя было, это было бы предательство, если бы мы это не сняли. Мимо этого нельзя было пройти. Так же, как и в нашей жизни много чего есть прекрасного, замечательного, мимо которого мы проходим, не фиксируем. Было много замечательных людей и сейчас смотришь про одного, слышишь про другого и думаешь, как жалко, что их не сняли, что так мало видеосъемок, где бы они раскрывали и говорили о каком-то своем внутреннем ощущении жизни, делились бы каким-то своим опытом. Батюшка, а как же они, вот я знаю, вообще в монастыре не разрешают снимать-то особо, даже фотографировать запрещено, а тут вот они пошли на то, что согласились и вам разрешили себя заснять. Там, знаете, была даже такая как-то сцена, меня немножко так поразило, что такая как бы небольшая подтасовочка и казалось бы, ну, надо было, наверное, ее убрать, но в то же время она благодаря вот этому сюжету наоборот показала все как бы естественно, как есть вот на самом деле, без всяких, ну, особых там, ну, только хорошее, да, а вот тут такое вот произошло и это было очень прям интересно смотреть и очень за душу все равно оно взяло. на самом деле о монастырях Афона, если мы откроем YouTube и интернет, очень много съемок вне зависимости от несмотря на то, что существует запрет на съемки на Афоне, но, как мы видим, съемок достаточно немало появляется на пространстве интернета. Этому предшествовало, началом съемка предшествовало десятилетнее знакомство с монастырем Дхиар, которое ежегодно продолжалось как минимум трехмесячным общением моим с Дхиаром. Этому предшествовало это было доверие, которое было проверено временем и более того, как вы сказали, они были цензорами и до выхода кино на публичную плоскость именно они отсматривали фильм и на самом деле нас тоже удивило, что они не попросили ничего убрать, поэтому фильм не причесанный, не прилизанный, потому что главный герой считал, что всем присуще человеческое, все мы люди и нет человека, который бы не согрешил, только Христос один, кроме греха и правда его, правда вовеки, а всем остальным людям присущи человеческие слабости, немощи и когда мы читаем житие некоторых святых и впечатление, что они ходили по воздуху и не принимали пищу, все это, честно говоря, напоминает монофизитство и это крайне неправильно на наш взгляд и поэтому как бы тут скажем так ну у нас тоже единственное на самом деле с главным героем и условие его было с восьмого года до четырнадцатого я ждал разрешения на начало съемок и одно из условий его было, что мы не будем ничего приукрашать, что мы покажем как она есть, что мы будем честными во время съемок, что мы не будем памятник строить с кого-то святого выстраивать понимаете поэтому фильм очень честный на самом деле открытый очень искренний это фильм о жертвенности об искренности о любви обо всем том что о чем мы скажем так все скучаем Батюшка вы знаете вот когда была первая премьера в Сергеевом Посаде так получилось там ходили мои знакомые которые еще только на первой ступеньке как говорится воцерковление то есть еще совершенно далеки от церкви но их тоже очень сильно конечно же зацепил фильм они были в таком полном восторге с полными глаз слез выходили и вот поразительно то что вы как бы этот фильм для всех получается не только вот глубоко уже воцерковленных людей глубоко верующих но и также еще только-только вот может быть начинающих либо вообще не воцерковленных но оно затрагивает их вот частичку их такого внутреннего я вам скажу что во первых я не разделяю людей на церковных на религиозных на не церковных на верующих не верующих только бог знает человека бог беседует с каждым человеком бог не врывается уже с человеком бульдозером как мой более того я вам скажу что если бы апостолы мыслили категориями кто верующий кто не верующий и вот этими категориями которые мыслит очень большое количество православных к сожалению сегодня мыслит категориями что кто-то способен восприятию веры кто-то нет с кем-то бог разговаривает с ними а с другими нет это все глубокое заблуждение и это все напоминает нам какой-то гностицизм такое впечатление что православные сегодня стали гностиками большинство что вот только они наследники знания. И поэтому апостолы бы не вышли за границы Иерусалима, если бы так мыслили апостолы, верили в то, что они могут быть услышаны людьми, которые совершенно никогда не слышали о Христе. И благая весть евангельская была абсолютно новой вестью, неожиданной для мира. Как говорит апостол Павел, крест для иудеев соблазн, а для эллинов, для греков — безумие. Поэтому апостол и апостол Павел особенно пришёл в Европу с полной верой каждого человека и не делил людей на религиозных, нерелигиозных, всем нёс слово. Поэтому мы также верим, что мы не миссионерством, подчеркиваю, но мы верим в то, что каждый человек способен видеть, слышать. И ничего там в фильме такого нет, что необходимо какое-то дополнительное образование богословское для какого-то там, какие-то философские истины, что необходимо понимать какую-то философскую терминологию. Там показана жизнь людей, как она есть, да, в данном случае. У меня нет православного кино, христианского кино, как это сейчас модно называть. У меня есть просто кино, как искусство. Да, этот фильм о людях в первую очередь, о жертве, о любви, о подлинном, о настоящем, о том, что есть честные люди, которые ничего не скрывают и себе живут в объективе небес, о тех людях, которых фильм. Да, в данном случае мы видим людей, которые принадлежат к конкретной религии и конкретной конфессии, скажем так. Но хоть кто-то хочет того или не хочет, православное монашество имеет полторы тысячелетнюю историю и богатую историю с богатым опытом, с богатым наследием. И поэтому, как бы, в данном случае, если человек к этой не является, не принадлежит ни к этой религии, ни к этой конфессии, тем не менее, для любого человека, кто задаёт себе вопрос, откуда, куда и зачем, задаёт себе вопрос бытия, веры. Для любого человека веры, этот вопрос, как показывает уже наше, по крайней мере, то небольшое количество зрителей, которые посмотрели фильм, отзывы, как показывают фильмы, смотрят люди абсолютно разных, не просто конфессий, а смотрят люди разных религий. Даже есть города в России, где инициаторами таких показов были люди, которые относятся не к христианской религии. Более того, я вам больше того скажу, что этот фильм, как вы говорите, нужен или не нужен. Я вам скажу, что людям веры, как мы видим, он в большинстве случаев не нужен. Потому что в городе Королёв, инициаторами показов стали не священники, не духовенство города, где не менее, наверное, десяти приходов православных. И стали люди, а стал один человек, который год ходил в администрацию кинотеатра, который не нашёл единомышленников для того, чтобы попросить поставить фильм, которого услышал мэр, которого, в конце концов, услышал отдел культуры города и, в конце концов, которого услышал кинотеатр. И я могу ещё назвать целый ряд городов в одном областном центре, где есть целая митрополия, инициатором показов стала не митрополия, к сожалению. И митрополия очень удивилась, когда появился фильм. А фильм появился через год. Это был один из самых последних больших городов, где не был фильм показа. Более того, митрополия сказала, что мы сделаем одну информационную заметку, но больше не сделаем, потому что у нас сейчас с греками плохие отношения, и мы не будем поддерживать информационный этот фильм. А фильм в этом городе поставила женщина, которая работает уборщицей, которой нет никакого влияния. Она ходила полгода к администратору кинотеатра, с ним беседовала, с ним общалась. И когда фильм уже пошёл, две недели, то она первые три дня не смогла сходить на фильм, потому что, как оказалось, у неё не было за что купить билет. Поэтому, когда кому нужен фильм, как вы говорите, это один бог знает, один бог знает. К этим всем людям, которые там что-то о греках говорят. И я хочу ещё раз напомнить, что фильм не о греках, хотя в нём показаны греки. И, как мы видим, отношение к Илладской церкви, оно абсолютно разное. И много кто в Илладской церкви, скажем так, выбрал однозначно очень позицию истины, позицию правды. И нельзя, скажем так, всё, что обобщается, это всё на самом деле ужасно. Вот когда отец Андрей Кураев в одном из своих, когда он ходит по Троице Сергеевой Лавре, рассказывает там воспоминания о молодости, когда он огульно говорит обо всей Западной Украине, как о духовенстве, которому нужно только кадила и деньги, то, честно говоря, это очень некрасиво звучит, потому что в 20 веке среди Западной Украины, на Западной Украине было много исповедников и мучеников и достойных представителей духовенства. Вообще всё, что обобщается, это всё на самом деле говорит о какой-то близорукости, и ничего обобщать нельзя ни относительно нации, ни относительно культур, ни относительно мировоззрений, ну, как мне кажется. Поэтому фильм, да, он показывает греков, но он показывает просто людей, преломляет часть жизни. Скажем так, в фильме нет ничего такого. Фильм имеет, скажем так, как бы сказать, разрешение, аккредитацию от Госкино трёх стран. Россия, Украина, Белоруссия. Как, ну, не во всех странах это нужно, но в наших данных странах нужно разрешение от Министерства культуры для того, чтобы фильм вышел в публичное пространство. Так вот, эта аккредитация, это разрешение говорит о том, что фильм «Где ты, Адам?» он не оскорбляет чувства, религиозные чувства никого из граждан России, что в нём нет ничего такого, что разделяло бы общество на какие-то группы, что уносило бы рознь, что оскорбляло бы чувства представителей других религий, что фильм несёт мир и добро, и свет. И поэтому во всех этих странах фильм получил разрешение на публичные показы, на демонстрации в кинотеатре. И для нас крайне важно, чтобы фильм показывался в кинотеатре, потому что это площадка, на которой нет разделения на православных, на католиков, на мусульман, на религиозные, на конфессиональные, на политические, на какие-либо предпочтения относительно каких-либо взглядов, верований и так далее. Кинотеатр — это та площадка, где может прийти любой человек, который живёт в государстве, в городе, и может посмотреть фильм «Где ты, Адам?». Поэтому и каждый, более того, для нас самым большим таким счастьем является, что фильм «Где ты, Адам?» для каждого зрителя это о своём. И это говорит о том, что фильм на самом деле не навязывает какую-либо точку зрения, а предоставляет каждому личное восприятие. Да, спасибо, батюшка. Ещё вот хочу, чтобы зрители знали, что в этом фильме особо показана именно монашеская жизнь, её трудности, такие очень серьёзные, я бы сказала, всё-таки подвиг, потому что там ну просто очень тяжёлый ритм в плане такой вот жизни, да, то есть молитва, труд, 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 труд. Я даже как-то не представляю, как это очень сложная вообще жизнь, тяжёлая, и как вот монахи вот показано, как это всё проходит, как они это всё переживают. Вот, может быть, вы ещё тоже коснитесь этого вопроса немножко о твоей жизни. Я не думаю, что у монахов жизнь тяжелее, чем у шахтёров, которые в забое стоят, и как у многих людей, у матерей. Главный герой фильма очень часто так и говорил монахам, когда говорил о том, что в воскресенье тоже не нужно на кровати лежать, а нужно что-то делать, нужно отдохнуть после службы и дальше там участвовать в жизни монастыря. И в Духиаре очень часто были и общественные работы в воскресенье. И он говорил, что разве мама, у которой пятеро детей, она в воскресенье отдыхает? Поэтому у мамы, у многодетной, в любой семье и в жизни людей речь не об этом в фильме мы ничего не показываем на самом деле. Ну, все равно немножечко. В фильме вы видите то, что зафиксировала камера, как живут эти люди, без всяких там желаний нас показать что-либо кому-либо. Мы просто фильм, скажем так, демонстрируют такой исторический срез, скажем так. Знаете, как книга «Один день Ивана Денисовича у Солженицева». Там такой как бы в этом одном дне есть такой как бы срез жизни. Так и здесь мы видим срез жизни людей под названием монахов. Да, для многих это удивление, что оказывается монахи не только молятся, они еще работают. Да, в фильме видно, что это целая организация, монастырь, это целый институт. Нужно работать, нужно себя обеспечивать, нужно, как бы это целая такая история, что на самом деле эти люди мало спят. Да, мы там слышим о том, что они говорят, как они к этому относятся, потому что нужно трудиться много, и Геронда прямо говорит, что если бы мы не трудились, что это бы монастырь бы превратился в груду камней. Прямо говорит, что это все продолжается ни день, ни два, продолжается все время. Но мы не пытаемся никого удивить. Мы, честно говоря, говорим о том, что вот предлагаем вам встретиться с этими удивительными людьми под названием монахи. Они тоже имеют такое же счастье жить под небесами, как и каждый зритель, который приходит, к которому мы относимся с уважением, как создатели фильма, и говорим, что вот есть еще такие монахи, мы хотим вас с ними познакомить. А встречи в нашей жизни, они играют огромное значение. И с кем бы мы не познакомились на улице или где-то в своей жизни, это встречи или положительные, или отрицательные. И мы говорим, что нам кажется, что встреча с этими людьми под названием монахи, которых мы встретили, мы ведь решили поделиться, потому что для нас эта встреча была чем-то удивительным, уникальным. И мы говорим, посмотрите, может и вам покажут, что эта встреча, чем, что, может и вам, эта встреча будет такой же полезной, да, через кинотеатр, через экран. Но, тем не менее, это все, скажем так, возможно. Это как прощение некоторого романа. Но в данном случае от романа отличается тем, что здесь все подлинно, по-настоящему. Чтобы такого героя создать, как Геронда Григорий, надо немало потратить сил, средств, времени, талантов людей, чтобы придумать такой образ и портрет. В данном случае никто ничего не создавал. На самом деле, удивительный герой, который, как бы, ну, нельзя сказать, что создал себя сам, но, который через пот и кровь, мы видим то, что он есть с Божьей помощью. Вот я хотела спросить, какие были трудности при создании вообще фильма? С чем вы столкнулись? Как вам была сложность? Мы столкнулись с тем, с чем сталкиваемся сегодня каждый день, с подозрительностью, с недоверием, с тем, что поворачивается спиной, с тем, что многие живут в какой-то заангажированности, в зависти, в неприятии, не готовы поддержать, не радуются к чужому успеху, радуются только, готовы только в горе как-то прийти посочувствовать. Поэтому, на самом деле, с самого начала это был такой процесс, когда не было вообще никаких шансов снять фильм, невозможностей, не финансовых. И если бы на самом деле, когда пришла грань, когда в 14-м году Геронда Григорий сказал, что хорошо, можно начинать съемки, очередной раз уверившись, расспросив о том, что о чем будет в фильме, о том, что мы не будем с него создавать святого, что мы поправим так, как она есть. Да, я ему сказал, что он будет главным героем. Ну, я сказал, ну, вы же все равно главный герой, первое лицо монастыря. Но после этого на самом деле сложилась такая ситуация, что люди, которые должны были снимать фильм, в смысле по финансам, по технике, по участникам экспедиции, они отказались. они передумали. И я остался один. Ну, я на самом деле человеком, который придумал это кино в 2008 году еще, это был я. И это была моя идея полностью. Но я остался один, но я сказал, ну, хорошо, я тогда буду сам. Конечно, это вызвало большое удивление. Это мои друзья близкие. и они сказали, ну, как? Я не знаю, как Бог все управит. Дальше, когда мы начинаем делать шаги в жизни, Бог высылает людей. И Александр Запороженко оказался таким же безумцем, как я, потому что все 10 экспедиций, которые были, а большинство из них были по два месяца, не оплачено ни одна минута съемки, ни одна минута монтажа. Поэтому нужны были средства на экспедиции, на технику, на аренду, потом на звук, на многие процессы, которые связаны с созданием кино. Но тоже, скажем так, когда пришлось стать протянутой рукой, тоже нашлись люди, которые поддержали первую экспедицию, вторую. Это были совсем небольшие деньги, это были билеты, это были карманные расходы, и это были небольшие средства на аренду недостающей техники. А так съемочная экспедиция состояла не с 40 человек, не с 20, а с двух людей, Александра Порощенко, у которого вместо камеры оказалась тачка в руках, и лопата, и кирка, и много другого. Там за каждым кадром, на самом деле, в фильме стоит целая история. для того, что там есть кадры, перед которыми ему нужно было сначала отработать. Но это все было так по-семейному, по-доброму, очень здорово. Он стал своим, потому что не стал, то есть это не выглядело вот, мы тут кино снимаем. Просто продолжали быть счастью жизни монастыря, просто была еще камера в руках. Поэтому на самом деле вот такая искренность и открытость она была потому, что нашему дорогому и замечательному режиссеру Александру Запороженко и оператору фильма удалось быстро получить доверие. Доверие не просто добрыми словами и глазами, а своими поступками, своим поведением. И поэтому он же на следующий раз, когда приезжал, второй, третий раз приезжал как к себе домой, но как к близким людям, как к дедушке, как к своим родственникам, как к братьям. Поэтому и сегодня он к нему относится с большим уважением. Поэтому а дальше Бог посылал людей. На самом деле и сегодня фильм живет волонтерством, потому что даже те расходы на наши, те люди, которые помогают нам за какие-то небольшие благодарности держаться на плаву, потому что у нас на самом деле нет средств для того, чтобы нормально рекламировать чин, заниматься прокатом, мы, конечно, с большой иронией, с улыбкой реагируем, когда нам пишут, что надеемся, что на прибыли вы построите храм. Да нет никаких прибыли. Для того, чтобы были прибыли, надо, чтобы 90 тысяч смотрели не за год, а хотя бы за две недели или 90 тысяч зрителей, чтобы было каждую неделю. А еще лучше, как последний богатырь во время пандемии посмотрело 7 миллионов человек в России. Поэтому, когда православным кажется о том, что они что-то собой представляют и думают, что Россия это православная страна, то пускай дальше продолжают сидеть в сторожках и ждать фильм у себя где-то. Покажите нам фильм у нас в храме. То есть мы, понимаете, удивительная вещь получилась. Удивительная вещь в том, что в 17-27 заборы выстроило государство с церковью. А сегодня, когда я вижу построенные храмы в городах, вы знаете, меня больше всего соблазняет забор. Мне хочется убрать забор. И я не говорю о том, что у церкви не должно быть ограды. Я сейчас не про храм, а про церковь. Но когда мы именно забором закрываемся и отгораживаемся от общества, честно говоря, а почему? А почему мы не участвуем в жизни страны, в жизни общества, в жизни города? А почему мы стыдимся своей веры? Почему мы стыдимся крестного знамени публично или каких-то церковной одежды? Ариасы и так далее. А чего стыдиться? Это не значит, что мы должны как-то вызывающие себя вести. Но здесь ничего стыдного нет. Это какие-то верования, убеждения. Здесь часть юридской культуры. Понимаете, когда в Грузии громили кинотеатры за то, что они Матейдду показали, так у меня другой вопрос возник. А что-то за 30 лет грузинская православная церковь показала в кинотеатрах. Она создала кино для всех, не для своей, только церковной публики, где она смогла на каком-то языке разговаривать, на котором понимает общество. Это не просто сняли фильм и поставили в кинотеатр. Это целый процесс. Это найти единомышленников, достучаться до сердца, до сознания владельцев кинотеатров, Министерства культуры. Поэтому если мы дальше будем сидеть на кухнях и говорить, как все плохо, и не будем ничего создавать, в том числе и в кино, то дальше будет Голливуд все показывать. Ведь полка-то не занята. Если она не занята. Более того, она не просто не занята. Для того, чтобы ее занять, надо, чтобы каждый из нас реагировал на все доброе, светлое, что есть вокруг нас. Будь то это Адам, будь то это другое кино, светлое, доброе, художественное, документальное, будь то презентация книги. У нас, извините, когда Паисия Святогорца презентовал Андрея Ус на украинском языке, на презентации было не больше ста человек. Это в Киеве, понимаете? Это событие для Украины. Паисия Святогорец издается на украинском языке впервые. Казалось бы, должно было прийти хотя бы тысячи человек. В Киеве не нашлось тысячи верующих православных людей, которым был бы интересен этот предмет. Пришло два епископа, пришло несколько священников и пришло еще большое количество мирян. Не более ста, даже 50 человек, 50 человек. Это же никогда мы не будем реагировать ни на все то доброе, светлое, кто бы это ни организовывал. Мэрия города, отдел культуры города, приход, епархия не имеет значения. Если все то, что доброе есть вокруг нас, если мы не поддерживаем своим участием, то дальше будем сидеть дальше на кухнях. Мы на самом деле окажемся в изоляции, в которую мы сами себя загнали. Поэтому телеканал Спас хорошо, прекрасно, и Союз, но хотелось бы видеть священника на каждой передаче Малахова. Понимаете? И хотелось бы, чтобы не Киркоров задавал с Пугачевой ритм российской эстрады, а чтобы как-то в этом всем участвовало все общество и оно решало, что будет стоять на полке и в культурном меню общества. Они несколько человек, которые, скажем так, почему-то этим процессом управляют. Но опять же, это не потому, что они как-то плохие, хорошие, а потому, что мы уступили, мы не говорим о революциях, потрясениях, потому что мы не проявляем активное участие в жизни общества. Хотелось бы, чтобы на первом канале появлялся священник и к нему нормально относились, и он соответственно себя естественно вел как-то благородно. Я все вспоминаю, знаете, Александра Шмемана и его. Я на самом деле соскучился за таким вещанием, которое было у Александра Шмемана на радио свободы. С каким благородством этот человек рассказывал о своей вере, рассказывал о Христе, рассказывал о Евангелии, так рассказывал, что это никого не оскорбляло, так рассказывал, что его слушали и мусульмане, и иудеи, и люди разных вер, кто-то слушал как предмет своей веры, кто-то слушал как познания какие-то философские, кто-то как религиозные, кто-то расширял свой кругозор. Но это было потрясающе, это было благородно, это было замечательно. Поэтому, честно говоря, у меня вот такое восприятие жизни. Понимаете, вот почему недавно фильм один документальный показывался, Андрея Кончаловского, документальный фильм, к которому он имел отношение, оно показалось на первом канале в 2 часа ночи. И в комментарии были в фейсбуке, вот как так, что даже для Кончаловского не нашлось эфирное время. А как оно найдется, дорогие мои, если его поставят в эфирное время, а вы не откроете и не будете смотреть? Если на дорогие товарищи в кинотеатрах посмотрело 35 тысяч человек, понимаете, это, ну, на мой взгляд, это выдающийся российский режиссер, и это замечательный фильм, дорогие товарищи. Ну, как бы кому-то нравится, не нравится, это уже второй вопрос, но это талантливейшая работа, это, или вы думаете, много фильмов посмотрел «Арай», то есть это все не в эфирное время стоит, потому что эфирное время должно быть рентабельным, должно, люди должны смотреть, а в связи с тем, что мы не будем смотреть, мы все подумаем, что мы потом посмотрим в Ютубе, еще где-то, и мы не отреагируем именно поэтому, то есть фильмов документальных мало в кинотеатрах стоит, и каких-то светлых фильмов, не потому, что кинотеатры не берут, кинотеатры не берут, потому что нет зрительского спроса, потому что потому что мы не проявляем активное участие в жизни страны, в жизни города, в жизни окружающих нас людей. Да, вот как раз вопрос, хотелось посмотреть, но в деревне негде, а в интернете нет. Вот тут именно такая задумка и есть, чтобы в интернет пока не выкладывать, а чтобы именно в кинотеатрах человек по-другому восприятие идет. Это фильм «Атмосферное погружение». Он снимался для кинотеатра, звук создавался для кинотеатра. Мы с уважением относимся к людям, которые живут в деревнях. Мы с радостью были бы рады, если бы в их деревнях тоже появился кинотеатр и появился Дом культуры с нормальным оборудованием. И в некоторых поселках России это даже есть. И была, я должен сказать, достаточно большая государственная программа по обеспечению многих районных центров и даже поселков. Вот я по Адаму знаю, что фильм показывался даже в поселках, где в ДК была соответствующая высокого уровня технические возможности для показа фильмов. Не только Адама, а где показываются фильмы мирового кинематографа. То есть была государственная программа большая, и она может продолжаться, и вы можете проявлять активное участие в жизни, в жизни вашей деревни. Но сейчас речь не об этом. Мы с удовольствием всем показали. Для нас самих процесс онлайн, стриминговых платформ очень интересный и в плане хоть как-то свести свои финансовые какие-то вопросы решить. но но мы держимся из последних сил и мы все-таки будем бороться за кинотеатр. И единственное, хочется воспользоваться возможностью сказать, что не только тот, кто ворует, а также тот, кто поддерживает воровство, он вор. Вот здесь других вариантов быть не может. Поэтому должен вам сказать, что были посягания на фильм и это обошлось нам круглую копейку, чтобы этот вопрос закрыть. Но то есть те православные, кто там думает, что это произведение искусства, понимаете, это все равно, что украсть картину в Третьяковке, в Эрмитаже. Поэтому думаю, что всем необходимо набраться терпения. Моя мама тоже преодолела несколько десятков километров, чтобы посмотреть фильм. И сестра двести километров. Было бы желание, главное желание. Я не рад тому, что фильм «Где-то Адам», фильм «Где-то Адам», он имеет самый большой километраж. Нет, я этому не рад. Наверное, за всю историю российского кинематографа он имеет самый большой километраж. Я не знаю, на какие люди фильмы ездили по шесть, по семь часов, по триста километров, по четыреста. по двести. Ну, много, много людей. Но я сторонник того, чтобы люди всё-таки создавали пространство вокруг себя и были реальными участниками. И нужно чем ближе, где есть ближайший кинотеатр, там находить слова, находить время. Опять же, если вы будете один, вас не услышат, нужно понимать, кинотеатр должен видеть, что есть спрос, есть зрители. От этого есть люди, есть люди, которым этот предмет может быть интересный, и через кого-то обратиться, или вместе со всеми, или коллективное письмо. Скажем так, на уровне епархии, любая епархия с большой лёгкостью может организовать кинотеатры своих епархий, и они не будут даже они с лёгкостью все откроют свои двери. Если епархия не хочет, для этого есть миряне, миряне могут говорить с епархией, почему нет? Я считаю, что голос священника не должен звучать в одностороннем порядке с кафедрой и епископа. Люди тоже могут говорить епископу свои пожелания. И ничего такого. Их избрал народ и священников, и епископов. Скорее люди говорят, но здесь весь вопрос в форме. И форма должна быть самой, скажем так, какой они есть, человеческой формой, когда люди находят правильные слова и правильное время. Ведь крайне важно, что и когда и как будет произнесено. Потому что все так называемые революции это всё только откат назад и на личном уровне, и на общественном уровне. во всех смыслах этому ни в коем случае не через какие-то протесты, потрясения. А через нам нужно научиться друг друга слышать. Но должен вам сказать, что всё-таки 99% кинотеатров без всяких условий показывали фильм, когда видели, что есть для этого зрителя. Батюшка, вот именно по поводу того, что этот фильм нужно обязательно смотреть в кинотеатре, я хочу, чтобы как-то мы на этот акцент тоже сделали. Потому что сам фильм, он погружает именно в ту атмосферу, и ты как будто бы туда, вот честно, такое чувство было, такая телепортация прямо на фон, и ты как будто бы рядышком находишься. Ну, я понимаю, что, конечно, это такое образное выражение. и нужно было вот это именно прочувствовать, и это очень важно, я поэтому хочу донести до людей, что именно в кинотеатре нужно посмотреть этот фильм, потому что восприятие совершенно другое, такое, ну, вот непередаваемое, честно, мне настолько понравилась вся картинка, как она была снята, это, такое впечатление было, ну, очень красиво, как будто бы это BBC, вот, да, вот сняли, затем вот прочувствовать всё, вот это вот такое духовное состояние всех людей, и вообще вот эти вот речи Геронда, да, ну, всё, я вот касаться даже вот всего мне очень до глубины, вот, честно, я весь фильм практически проплакала, вот так вот он на меня впечатление произвёл, и поэтому таким образом вот я хочу, да, ещё раз обратить внимание, что именно этот фильм нужно смотреть в кинотеатрах, и батюшка, да. Очень много связано с тем, что мы живём в современном пространстве, которое разучило нас с уважением относиться к всему священному, что есть в нашей жизни. Когда парень встречается с девушкой, он думает, помыта ли у него голова, как он выглядит, чисто ли у него рубашка, он выберет самые красивые штанишки, или когда идёт к родителям, к своим гостям, он ведь тоже, тот, кто уважает родителей, он же не побежит, как попало, подумает, я иду к родителям, он должен выглядеть прилично, он думает, как их угостить, он к этому событию готовится, он об этом размышляет. Это точно так же к всему священному, что мы уважаем, что мы ценим, мы как-то подготавливаемся, и этот фильм требует такой подготовки, подготовку обеспечивает кинотеатр, кроме всего прочего, что там и картинка, и звук в кинотеатре соответственный, но человек идёт в кинотеатр, он думает об этом событии, он преодолевает расстояние, он платит какие-то деньги, кто бы там чего не рассказывал, никакие это небольшие деньги за билет, цена нескольких кофе, цена нескольких свечек, и я вообще удивлён некоторым представителям православия, которые говорят, о, как этот фильм за деньги, то время, когда эти представители православия, авторы, это я даже могу сказать точно, не буду имена называть, поэтому на заводу, в то же время их авторство книги продаются о том же монашестве, о церкви, то есть вообще, честно говоря, такое впечатление, просто у людей нет представления, что они думают, что кино это на коленке снял, там на телефон быстренько какое-то, на видеошоу обработал и, значит, показываешь, то есть, кино это произведение искусства, это большая работа, которая в данном случае продолжалась четыре года, года, но человек должен отнестись к этому с уважением и даже в некоторой степени, честно говоря, вот все наши какие-то такие гуманитарные показы, они показывают, что люди и людей столько не собирается, потому что люди думают, что за бесплатно что-то там ничего хорошего не могли привезти, я прямо знаю несколько примеров, когда люди не пришли, потому что они говорят, да не, ну за бесплатно ничего хорошего не может быть, да, да, к сожалению, а во-вторых, человек должен, не может в кинотеатре телефоном пользоваться, банку пива взять, и когда нам говорят про попкорн, вы знаете, те примеры, когда я показывал Адама, даже своим там знакомым и друзьям до кинотеатров дома, и когда я видел, как они трапезу накрыли, бокалы вина, бокалы пива, обнявши своих жен, и комментируя весь фильм, не закрывался, не закрывались уста у многих, особенно кто был на Афоне, о, смотри, я вот это Герн, да, вот это, 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 все это не просмотр фильма, поверьте, что попкорн в данном случае это очень-очень безобидно, в кинотеатре этот попкорн по сравнению с теми случаями, у нас очень много людей, которые извинились перед нами, когда увидели фильм в кинотеатре и поняли разницу, они до этого видели дома, поэтому кинотеатр дает нормальную подготовку к фильму, а нам нужен зритель сосредоточенный, который будет думать, зачем он потратил это время, и нам нужна правильно настроена его мыслительная способность, за что он заплатил, для чего он пришел, для чего он потратил свое время, и потому что когда заплатят, он не будет спать, понимаете. Правда, согласна полностью. Можно вот у вас один момент такой был в фильме, когда Герант говорил о том, что величие человека в том, когда его счастье... Я бы сейчас честно говоря не хотел бы касаться... Я хотел бы... Пускай, это первые слова фильма, только скажу, что это большая документальная удача, что этот фильм начинается словами Геронды, которые были тайной его жизни, кредо его жизни, и это некоторый ключ к фильму. Пускай посмотрят. Ключ к фильму. Да, пускай посмотрят. И на самом деле... Больше того скажу, что я Геронду до конца понял, когда услышал эти слова, через 10 лет после знакомства. То есть, что такое знакомство, я 15 лет в Дахиаре проводил ежегодно в общей сложности 3 месяца. Поэтому через 10 лет знакомства услышал эти слова, и я понял все Геронды. Геронду как личность, как у меня нарисовался его портрет. Но дальше весь фильм отвечает на эти вопросы, что это все, что идет вначале, это заявление, что это не так просто. И за этим всем стоит много переживаний и таких болен скорбей. Также утешение. Непростая такая история с этими словами. Батюшка, еще напоследок вот просят все-таки еще раз расскажите идею самого фильма. Вот идея какая была изначально? Идея фильма была только одна, чтобы сохранить для истории человечества эту страницу Дахиара под названием «Эпоха Дахиара Времени Игуменства Григория Зумиса». И просто дать возможность зрителям встретиться с этими людьми лично, послушать их, о чем они говорят. На самом деле, скажем так, здесь есть понимаете всех ответов что да почему там в фильме в другом человеке не может быть, потому что у каждого человека это тайна. И есть некоторая идея, конечно, не то, что идея, но можно сказать, что фильм сам себе фильм как бы учит некоторой свободе и уважение в пространство другого человека. Но у нас нет месседжей, мы ничего не хотим, нам абсолютно все равно, как будет складываться жизнь наших зрителей. Не в том смысле, что мы бесчувственные и черствые, авторы фильма где-то Адама Запороженко и Плеско, но в том смысле, что каждый сам решает открыть ему дверь, в которую стучится Бог или какой-то человек, или не открыть. Каждый сам решает страдать ему, быть несчастным или быть счастливым. Бог не торгается в жизнь человека, как и в бульдозер, как мы. Бог кротко стучится и кротко себя ведет. Мы даже поем песнопение «Божий Отец наш, творяющий присно с нами по Твоей кротости». Бог крайне кроток с нами. и поэтому скажем так вот этот момент мы на самом деле у нас нет каких-то месседжей, потому что кто мы такие, чтобы вторгаться в нашу жизнь. Вам самим решать быть счастливыми или быть несчастными. Бог, когда приходит в жизнь человек, он предлагает нам только освободиться от греха, который нас разрушает, который является дисбаланс, который вносит дисбаланс в нашу жизнь. А все остальное Бог не требует, чтобы мы меняли свои политические, национальные, культурные взгляды или языковые предпочтения. Бог говорит, что это Твое тебе решать. Более того, Бог находится на том пространстве, которое мы ему представляем и готов даже быть в тех уголках нашей души, нашего тела, которое мы выделяем для него. Поэтому как бы у нас нет больших месседжей, но у нас есть один месседж, чтобы мы… Если это ода монашества, в некоторой степени есть. Это некоторое ода монашества, которое я люблю, уважаю, но это не просто ода монашества. Монашество, несмотря на то, что в данном случае мы видим православных монахов, все это пересекается жизнью каждого человека, который готов на кардинальные шаги своей жизни, которые могут быть в разный возраст, в разное время, который уезжает с мегаполиса в село, потому что чувствует, что он теряет жизнь, теряет чувство жизни в мегаполисе, а кто-то из деревни едет в мегаполис, чувствует, что он засыпает, потому что тоже теряет ощущение жизни. Кто-то отказывается от кресла какой-то должности, а кто-то понимает, что ему нужно взять эту должность, потому что иначе он не понесет свой крест, если он откажется от должности депутата или губернатора, или директора школы. Это, кстати, тоже такая тема очень интересная. Смирение не в том, чтобы отказаться и сходить с опущенными рукавами и дворником работать, отпустить бороду. Православие не в этом, православие в том, чтобы нести крест, который тебе предлагает Бог. Этот крест может быть и директорство, и губернаторство, и управление большим-большим офисом, и обеспечение людей работой. Какой крест? Поэтому монашество в данном случае пересекается с воздыханием многих людей. И мы просто считаем, что этот фильм на самом деле, что встреча с этими людьми принесет всем пользу. Поэтому, если бы мы так не считали, мы бы не боролись за свое детище, за Адаму. Батюшка, еще вот коснитесь того момента, что от нас зависит, что если, что этот фильм могут показать в нашем городе. Вот коснитесь обязательно этого вопроса. Как мы можем это сделать? Кинотеатру? смотрите, в вашем городе можно по-разному, можно и самому поговорить с администратом кинотеатра, но кинотеатру нужны зрители. Кинотеатр не потому не показывает фильм, он просто не верит в то, что, если он не показывает фильм, то он не верит в то, что фильм кому-то нужен. Если в городе есть достаточно количества людей, которым интересен предмет веры, мы говорим не только о православных приходах. Да, православные казалось бы приходы должны быть и епархии, это казалось бы должно быть то общество, которым в первую очередь интересен этот фильм. Если кому-то кажется, что все посмотрели, такое часто звучит, от епископа звучит такое, от настоятеля прихода все посмотрели, то если вы считаете, что 90 тысяч зрителей за год, а так как многие посмотрели фильм по 2, по 3, по 10 раз, Адама по 5 раз, то я думаю посмотрел в России 50 тысяч или 60. Если вы считаете, что это все православные, ну тогда как бы у меня нет слов. Но епархия с легкостью может договориться с кинотеатрами. И при том, если договариваться, то нужно договариваться, спросить о какой-то череде, например, 2 показа в месяц. Или кто кинотеатр, которые больше, которые не... Есть кинотеатры, которые на самом деле вплоть до того, что им... Они говорят, ну если там четверть зала будет, то давайте поставим 4 раза в месяц, 6 раз в месяц. В Воронеже директор кинотеатра поставил каждый день по 9 сеансов. И когда ему сказали, зачем же так много, он сказал, ну что всем было удобно. И без разницы, сколько будет людей, 3-4 человека в зале. Ну вот отношения, понимаете? Отношения. Потому что этот директор кинотеатра уважает жителей города. Поэтому здесь зависит от кинотеатра. Если кинотеатр готов поставить каждые выходные, это прекрасно. Если он готов поставить 2 раза в месяц, но чем раньше будет выбрана вот эта череда, как бы даты наперед, там октябрь, на ноябрь, тем будет для людей удобнее, для всех будет удобнее. Поэтому епархия с легкостью, коллективное письмо духовенства города с легкостью. Опять же, куда писать? Лучше всего в отдел культуры сначала. Вот есть такое культурное событие под названием «Где ты, Адам?». Мы не хотим, чтобы, мы просим, чтобы это культурное событие не прошло мимо нашего города. А в связи с тем, что мы предполагаем, что в нашем городе найдется не менее тысячи зрителей, то просим, чтобы была череда показов не ежедневных, но по выходным, в субботу, в воскресенье. Опять же, согласовал время и попросил, чтобы была невысокая цена билета. Почему нет? Все это на самом деле есть, и во многих городах, где так поступили, все это работало, и все было. В кинотеатре ставили не столько цены билета, ставили удобное время для духовенства, для священников, для мирян. Почему нет? Все это реально. Но если вы, если как некоторые думают, что они сами позвонят в кинотеатр, ну, звонит Петя Васкин, я Петя Васечкин, хочу посмотреть, что-нибудь где-то, да, они сказали, хорошо, молодец, ну, и, в принципе, нормальная реакция. То есть больше все равно так, дорогие, можно проявить инициативу, и чтобы в вашем городе именно прошел этот чудесный фильм, для этого немножко нужно какие-то приложить усилия, особенно подобрать, ну, побольше количества людей между собой, там, как-то, даже вот можно в какой-нибудь чат школьный, есть же православные гимназии, мамочки могут между собой, например, предложить, давайте с детками пойдем, вот, особенно со старшеклассниками, пойдемте вот на такой вот фильм, давайте инициативу проявим, и я думаю, что вы очень даже могли бы таким образом набраться очень такое количество, но все равно человек 30 бы набралось. Кинотеатр — это событие, кинотеатр — это красиво, кинотеатр — это на самом деле недорого в большинстве случаев, это не 10 евро за билет, как в Европе, не 6 евро. Кинотеатр — это запоминается, многие из нас могут, кто нечасто ходит в кинотеатр, могут назвать те фильмы, на которые они в своей жизни находили. Поэтому как бы это замечательно, это прекрасно, что-то я хотел сказать. Про неинициативную группу, может быть? Ну, инициативную группу это все может быть, но на самом деле, если это обращаются коллективно, если это люди, которые, за которыми есть, если обращаются люди, за которыми есть зрители, которые, там, пастырь, там, директор школы, директор шахты, директор предприятия, когда кинотеатр знает, что будет информационная поддержка, то, если бы каждый человек, который смотрел фильм, где-то, адам, написал в своем аккаунте хотя бы несколько слов, все бы было намного по-другому. А так, все пишут в наших аккаунтах, ой, спасибо, заходишь на их страницу, а там ничего нет. И если бы священники тоже сказали о том, что есть такое кино, просто без всяких комментариев, то тоже было бы все по-другому. Смотрите, кинотеатр – это рынок. Вот что хотел сказать. На рынок стоят люди, которые продавцы, постоянно продают. Они там торгуют товаром, который им привозят поставщики. Поставщики – это дистрибьюторы, которые закупают продукты, поставщики закупают продукты в Америке, в Германии, где-то там картошку, где намодифицированы, и так далее, и так далее, и так далее. Мясо польское, и так далее, из разных стран. И они поставляют продавцам на базар. Это продавцы на базаре, это кинотеатры, это площадки, которые продают. Дистрибьюторы, которые поставляют кино, это поставщики продуктов, так же, как с продуктами. А на базаре также ходит баба Глаша и баба Маша, которые продают свою картошку. Картошка даже чем-то дороже. Картошку, морковку. И вот эти, которые продают на базаре, которые на базаре продают, постоянные кинотеатры, они сами домой покупают у Глаши и у Маши. Сами домой не несут, то, чем торгуют людям, а покупают чистые продукты. Но в связи с тем, что мы не поддерживаем Глашу и Машу, покупаем то, что подешевле, и то баба Глаша и Маша задохнутся. И не перестанут выращивать картошку и эту морковку. Потому что ещё поставщики продуктов скажут, не брать у бабы Глаши и Маши. Этим продавцам на базаре скажут, у них не брать. Мы вам поставляем. Потому что мы вам поставляем регулярно и постоянно. Поэтому мы вам запрещаем у бабы Глаши и у бабы Маши брать продукты. И на самом деле то же самое происходит в этой всей истории. Голливуд он регулярно поставляет фильм. Поэтому всё пространство завалено Голливудом и тем, что приносит колоссальную прибыль. Поэтому на самом деле просто таким фильмом, как Адамья и другим фильмом, многим прекрасным фильмом российского кинематографа нет места под небом. Но если мы будем проявлять свой зрительский спрос, будем покупать продукты у Глаши и у Маши, то ситуация как-то изменится. Мы не собираемся менять мир создателя, автора фильма где-то Адам. Мы делаем просто то, что должно делать. Мы не думаем, что что-то изменится из-за наших действий ни в коем случае. Мы не революционеры, мы люди мирные. Мы просто делаем свои шаги, потому что мы, если будем делать как-то не так, как мы в это верим, как мы это видим, то просто мы передадим самих себя. Поэтому мы делаем просто то, что должно, как мы это ощущаем. Чтобы не было внутреннего предательства. Это всё. Батюшка, спасибо вам огромное, что вы уделили время, что вы пришли на эфир, рассказали нам об этом фильме. Я хочу призвать всех наших подписчиков и кто сегодня был в прямом эфире, обязательно сходите. Если у вас в городе будет сейчас на афишу, можно посмотреть у Батюшки на страничке. А также я ещё одну страничку выделю, где очень чётко показаны, в каких сейчас городах идёт именно показ этого замечательного фильма. И также вот хочу Батюшку, как рассказал, как можно сделать, чтобы именно в вашем городе этот фильм всё-таки прошёл, чтобы быть такие вот более, как сказать, активные люди, которые бы пошли и попросили, и сделали. В первую очередь это для себя. Особенно, где был фильм в тех городах, послушайте, очень важно, в Синемапарк, например, или в Друзии, в Арзамасе, ну, здесь разные были, там, Люнен, например, был в Арзамасе, и я не помню, как ваш кинотеатр в Сергиевом Посаде, но там, где фильм был, в кинотеатрах, если в любой кинотеатрах, где фильм уже показывался, обратиться, если в любой кинотеатрах, где фильм показывался, будет знать, что на фильм придут хотя бы 20-30 человек, он сразу поставит, то есть поставит, откроет продажи, если он будет уверен в нескольких десятках человек, что уже есть гарантия на 20-30 человек, что он не будет в пустой зал, всё. Поэтому, там, где фильм показывался, в кинотеатрах, там достаточно легко можно попросить кинотеатра повторить показ. Уверя в их, что есть инициативная группа, которая готова прийти. Вот вы услышали, да, вот эту важную вещь, которую я хотела проговорить. Вот батюшка дополнил. Спасибо вам еще раз большое. Фильм будет показан в Коро во многих городах 3 октября и, я не знаю, 10 или 17 будет фильм показан опять в синемапарк в тех городах, практически в всех городах, потому что только в Сыктывкаре пришло 9 зрителей, и думаю, что шансов мало. Пока зрители, если нужно жителям Сыктывкара и парки, и там священникам, которые, я уверен, даже и 10% из них не посмотрел фильм, ну, если нужно, я не знаю, может и не нужно, то там фильм, я думаю, что кинотеатры без каких-то гарантий уже не покажет. Но в остальном, как бы, фильм будет показан 10 или 17. А 14, если не ошибаюсь, выходит фильм «Человек Божий» в Нектаре Гинском. Спасибо большое, батюшка. Благодарю вас. Опять же, хочу сказать, что этот фильм не о греках, чтобы он там и не о греческом монашестве. И когда я слышу, что надо было о своем, у нас тут русское монашество, я должен вам сказать с улыбкой и с добро, что никто вам там в никаком греческом монашестве фильм не повествует ни о Константинополе, ни о действиях патриарха Варфоломея. Фильм показывает людей, людей веры, людей чистого сердца. Показывает фильм те вещи, которые и для греков, и для иудеев, и для русского, они общие истины. Фильм не о греках, и не о греческом монашестве. Фильм вообще даже не об афонском монашестве. Да, фильм, это приоткрывает некоторую внутреннюю жизнь Афона. Но этот фильм, там нет вообще нашего мнения и нет каких-то наших, нашего навязывания, какого-то нашего взгляда. Поэтому я не знаю. Но это люди говорят, которые не видели, к сожалению. Как бы такая история. Поэтому фильм чистого листа на самом деле. Фильм как Библия. Он не вышел от церкви, он представлен лично мной, частным лицом. На фильме нет никаких представителей, холдингом на афиши на нашей. Нет юрисдикции никакой, религиозной, в том числе конфессиональной. Потому что фильм как священное писание. Фильм чистый, он для всех, он не разделяет людей. Это как священное писание. Понимаете, Библию кто считает нужным, все поддерживают. Неизвестно, там же не стоит какой-либо патриархат на Библии или религиозная к нему надлежность. То есть священное писание к нему относится с уважением, потому что оно о Боге, о человеке, о истории. Так и фильм где-то, да. Он для всех. Спасибо, Господи, батюшка дорогой. Спасибо. Благодарю сердечно. Спасибо вам огромное. И батюшке поклон. И благодарность за время, которое мы оторвали от семьи. Благодарю вас тоже, что вы выиграли время. Спасибо. Вы знаете, что вы очень заняты. Поклон низкий. Спасибо, Господи. Поклон Сергею Пасову. Завтра даст Бог поеду на Афон и передам вам поклон. Спасибо, Господи. Помяните там нас, пожалуйста, батюшка. Обязательно. Обязательно. Благодарю. Ждите эфира с Афона. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Благодарю, батюшка. До свидания. Спасибо. Спасибо.